Добрый вечер. В студии Евгений Рой. Вы смотрите программу «Разговор в прямом эфире». И сегодня наши гости. Ольга Беляева, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Дмитровской областной больницы. Добрый вечер. Добрый вечер. И Марина Борисова, заместитель главного врача по административно-хозяйственной работе Дмитровской областной больницы. Добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую вас в нашей студии. Вопросов к вам огромное количество. Понятно, что мы сейчас живем в сложное время и больше всего вопросов именно к медикам. Давайте начнем с общего. Какая сейчас эпидобстановка в округе? Ну, эпидобстановка в последнее время более стабильная. Скажем так, что она немножечко нормализуется по сравнению с ноябрем, декабрем, когда был большой подъем заболеваемости. Сейчас заболеваемость небольшими темпами, но снижается. Эпидобстановка стабилизируется. Поэтому надеемся на дальнейшее снижение и стабилизацию ситуации. Но то, что весна сейчас очень влажно на улице и еще не очень тепло, это не повлияет? Это, конечно, тоже провоцирующий фактор. Поэтому хотелось бы предупредить всех о том, что мы продолжаем соблюдать все те же меры предосторожности, которые мы соблюдали в период активной пандемии, когда мы носили маски, перчатки, когда мы соблюдали социальную дистанцию, обрабатывали руки санитайзерами и так далее. И все это остается. Мы продолжаем избегать посещений массового скопления людей и пользоваться какими-то защитными средствами. — Хочу напомнить, уважаемые телезрители, надеюсь на ваше активное участие в нашей программе. Свои вопросы гостям вы можете задать по телефону 42233 или через наш сайт dmitrov.tv.ru. По поводу прививок. Сейчас очень много вопросов в связи с этим. Вы, кстати, привились? — Да, я привилась. Одна из первых, когда в начале декабря к нам поступила первая партия вакцины ГАМ-Ковид-Вак. Это международное, не патентованное наименование, торговое наименование «Спутник Ви». Да, я была в первых рядах. Я не боялась, так как я медицинский работник, и я понимаю, что ничего страшного в этом нет. Наоборот, мы получаем антитела благодаря этой вакцине и можем позволить себе больше, когда у нас есть антитела. Мы можем не бояться общаться, встречаться, выходить на люди, чего мы были лишены достаточно долгий период времени. Поэтому, да, я сделала вакцину 5 декабря, как только нам ее поставили. — Но это рекомендация была или у вас свободный выбор? Вы могли делать, могли не делать? — Мы могли делать, мы могли не делать. Дело это добровольное. Перед вакцинацией заполняется информированное добровольное согласие. Это конституционное право каждого человека. — То есть насильно не рекомендовали, да? — Но это было не насильно. Конечно, рекомендовали, конечно, объясняли, так же, как и мы сейчас объясняем, рекомендуем. Но это не насильно, это добровольно. Но мы сделали это по своему желанию. — Самочувствие какое было, когда привелись? — Обычные поствакцинальные реакции — это покраснение в месте введения, это небольшое чувство недомогания к вечеру, небольшое повышение температуры до 37,1-го, до 37,2, ну, в период 1-2 дня. Все, больше никаких осложнений не было. — Марина, а вы тоже привились? — Я сделала первую прививку только. — То есть тут еще все впереди, да? — Да, еще все впереди. — Но осложнений тоже, сейчас не вижу. — Нет, нет. — А у нас в округе были осложнения у тех, кто привился? — Серьезные осложнения. — Серьезных осложнений мы не отмечали. В основном это все те же самые осложнения. Гиперемия, отек в месте введения, повышение температуры. Ну, у кого-то было повышение до более высоких цифр, кто-то отмечал 38, 39, но, опять же, у всех организм разный, реакция у всех разная. — Все адаптируется. — Это у всех адаптируется по-разному, да, на введение компонента, но серьезных поств вакцинальных осложнений отмечено не было. — А это все спутник ВИД, да, у нас? — Это все спутник ВИД, да, гамма ковидов. Другая вакцина пока не представлялась. — Это была небольшая партия вакцины Epivac Corona, она вступила в количество 50 доз, то есть, так как она делается тоже в два этапа, значит, она была рассчитана на 25 человек. 25 человек мы привили этой вакцины. — Тоже медики? — Нет, разные люди, кстати, приходили уже. На тот период она была разрешена лицам старше 60 лет, гамма ковид-вак еще тогда не был разрешен лицам старше 60 лет. И в основном мы привили вот наших возрастных жителей этой вакцины. — А сколько привито в нашем округе? — Всего на сегодняшний день привито более 6 тысяч, если быть более точной, 6 тысяч, 48 человек первым компонентом. — Но это недостаточно. — И 2586 вторым компонентом. — То есть, фактически только начало прививочной кампании? — Это только начало прививочной кампании, да, конечно, мы только активно ее начали, потому что в декабре это были такие первые шаги, и только вот январь-февраль это уже была такая массовая вакцинация, когда мы открыли уже 7 кабинетов у нас стационарных работают на территории. У нас открыт кабинет на базе взрослой поликлиники, на базе КДЦ. Это 205 кабинет на втором этаже КДЦ. Многие уже знают, кто приходил, кто делал вакцину. Ну и, собственно, информация у нас размещена везде, и в социальных сетях, и в газетах мы давали статьи, чтобы люди знали, где можно сделать прививку. Дальше мы стали открывать кабинеты по филиалам для того, чтобы людям было удобно, чтобы была доступность. — То есть в округе уже? — Мы открыли кабинеты, да, по всему округу. В Синьковском филиале это Синьковское отделение, Рогачевское отделение у них открыт свой кабинет вакцинации. В Яхромском филиале это сама Яхрома поликлиническое отделение, взрослая поликлиника. Это Диденевская поликлиника, Икшанская поликлиника, Некрасовская поликлиника. В городе мы открываем еще один кабинет завтра по адресу Сиреневая, дом 1. Это наше поликлиническое отделение Сиреневая, которую мы не так давно открыли. Там будет еще одна точка. И ежедневно у нас точка работает в торговом центре «Центр». Будни она у нас работает с 14 до 20, в субботу с 10 до 14. И вот мы приняли решение с прошлого воскресенья, мы начали работать и по воскресеньям тоже, с 12 до 16. Но чуть попозже, потому что в воскресенье все-таки люди хотят отдохнуть, с утра мало кто приходит в торговый центр. А вот самое такое активное время с 12 до 16 мы решили открыть, чтобы у нас можно было сделать прививку без выходных. Ну, опять-таки, это все добровольно. Это все добровольно. Перед тем, как сделать вакцину, человек заполняет информированное, добровольное согласие. Он его читает, где написана информация о прививке, о самой вакцине, где указаны все данные какие-то. Если у него есть вопросы, он может задать администратору, врачу. Дальше он подписывает это. И после этого его обязательно осматривает врач. Врач определяет наличие показаний или противопоказаний к вакцине. И в зависимости от этого дает допуск или не допускает человека к вакцинации. Потому что есть противопоказания определенные. Да, вот кому нельзя прививаться. Да, это детский возраст до 18 лет вакцина противопоказана. Противопоказана вакцина беременным, противопоказана в период лактации. Когда имеется острое заболевание на момент вакцинации. Обострение хронических заболеваний также является противопоказанием. Или если были какие-то выраженные поствакцинальные осложнения. Например, сделал человек первую прививку и перенес ее очень тяжело. Повышение температуры выше 40 или еще какие-то такие очень тяжелые реакции. Таким людям, конечно, мы второй компонент не вводим. Да, вот я забыла сказать, что вакцина вводится в два этапа. Она двухкомпонентная. Второй этап делается на 21 день от первого этапа. Ну, как и эпиваккорона, да? Да, точно так же, как и эпиваккорона. А кови-вак, вот новая вакцина, она не поступала к нам? К нам пока не поступала. Нам вакцина поступает по распределению со складом особой медсервис. То есть, Министерство здравоохранения Московской области вакцину распределяет. К нам она поступает. То есть, мы прививаем тем, что нам поставили. Это спутник ВИО, в основном. Это спутник ВИО. Ну, сейчас это спутник ВИО в последнее время. Ну, то есть, заказать себе вакцину сейчас проблематично. Нет, пока мы ее не заказываем, пока нам ее поставляет Минздрав. Я думаю, так и будет, потому что прививка уже включена в национальный календарь прививок, а все, что идет по национальному календарю, идет бесплатно, поставляет Централизованное Министерство здравоохранения, и мы уже полученной вакциной работаем. Ну, к теме вакцинации еще вернемся. Напомню еще раз телезрителям, участвуйте в нашей программе, звоните по телефону 42233 или пишите к нам на сайт dmitrov.tv.ru. Марина, у меня к вам вопрос. 2020 год был непростым для всех. Наверняка в жизни Дмитровской областной больницы тоже внес свои коррективы. Были планы, вот я общался с главным врачом нашей больницы, и на оборудование, и на ремонт зданий. Какие планы осуществились по оборудованию? По оборудованию. В рамках государственной программы Московской области здравоохранения Подмосковья в 2020 году нам поставлено порядка 96 единиц оборудования на общую сумму 27 миллионов. Оборудование такое для детской поликлиники, для консультативно-диагностического центра, который недавно открылся, для регионального сосудистого центра, а также для отделения палиативной помощи. Это оборудование насколько сложное? Обучать приходилось специалистов? Да, обязательно. Каждая поставка оборудования, при каждой поставке происходит обучение персонала. Какие потребности еще по оборудованию? Потребности у нас всегда большие. Мы всегда заявляемся в Министерство здравоохранения, а дальше уже, конечно, больниц много, мы понимаем, по Московской области, и дальше уже, что нам утверждать, но мы всегда очень активно участвуем. Что самое сейчас востребованное? Это проведены ремонты третьего и четвертого этажа. Там сейчас располагается отделение кардиологии и неврологии. Сейчас приступили к второму этапу ремонта. Активно ведется ремонт первого, второго и цокольного этажа. Планируемый срок завершения ремонта это июль 2021 года. Повлияла пандемия с задержкой сроков? Это, конечно, повлияло. Было приостановлено проведение ремонтных работ где-то на три месяца, начиная с марта. Какие планы? Планы в этом году у нас завершение ремонта терапевтического корпуса, плюс нам одобрили проведение капитального ремонта детского соматического отделения. То есть уже у нас есть проектно-изыскательские работы, сейчас мы ждем, когда опубликуется сам проведение капремонта. И плюс у нас планируется замена в этом году лифтового оборудования. Это в Яхроме два лифта в терапевтическом корпусе и в Дмитрове. Это лифты в терапевтическом отделении и во взрослой поликлинике. А по ФАПам какие у нас планы? По ФАПам у нас планы большие. Мы подавали заявку на строительство пяти ФАПов, но пока ждем одобрения. Ну понятно, сейчас не все просто. Да, не все просто. В 2020 году у нас завершилось строительство двух фельдерско-акушерских пунктов. Это в селе Якоти, деревне Насадкино. А где планируете? Мы подавали заявку на строительство ФАПов в Костино, в Настасино, в Ольгово, в Подосинки и в Буденовице. Крупные населенные пункты. Ольга, к вам вопрос снова. Давайте вернемся к вакцинации. Это очень сейчас многих интересует тематика. Ну смотрите, сколько надо привить жителей округа новой вакциной, для того, чтобы мы поняли, что точка невозврата пройдена, и мы уже будем дальше идти только к лучшим показателям. Да, вот сейчас уже нам поставлен план к министерствам здравоохранения, ну и губернаторам. 60% от прикрепленного взрослого населения должны быть вакцинированы. Тогда создастся прослойка, которая уже остановит распространение инфекции. Да, 60%. Минимум 60%. Минимум 60%. Это сколько, если в количестве? Это практически 73,5 тысячи. А сейчас пока 6, да? Сейчас 6,5, да. Первый шаг сделан. Да, первый шаг сделан. В области у нас достаточно хороший показатель. Ну, конечно, мы только начали. Можно сказать, что мы только начали. И сейчас вот активными темпами набираем обороты. Вопрос от телезрителя поступил. Может ли прививка от ковида спровоцировать заболевание коронавирусом на 10-й день? Мы с мамой сделали прививку. Ну, первую, да, видимо. Мама попала в реанимацию. Ей 67 лет. Я тоже с положительным результатом, с температурой выше 38. Спровоцировать вряд ли, скорее всего, в тот период после вакцинации, когда еще не сформировался иммунитет. Вероятнее всего, что люди где-то заразились. То есть он не защищен еще? Он не защищен еще. Для формирования иммунитета нужен достаточно длительный временной промежуток. Поэтому после вакцинации первым компонентом необходимо соблюдать все те же требования, которые соблюдают невакцинированные люди. Это все защитные средства, и респираторные маски, и перчатки, и социальная дистанция, и ограничить посещение мест массового скопления людей. Потому что иммунитета еще нет. Он формируется какое-то время. Только на 21 день делается второй компонент. И после второго компонента нужно еще 10-14 дней для формирования полноценного иммунитета. А в этот период человек может как сам заразиться, так и стать разносчиком коронавируса? Он может и заразить, конечно, если он где-то... То есть, и вот когда говорят, да, вот в европейских новостях читаем, что вот после прививки человек умер, это не обязательно, может быть, даже и от прививки он умер? Не обязательно. Это может быть просто стечение обстоятельств, что у человека уже были какие-то предпосылки к этому. У нас таких случаев пока, слава богу, не было. А в регионе? За регион сказать не могу. Ну, каждое поствакцинальное осложнение разбирается иммунологической комиссией. Обязательно с привлечениями эпидемиологов, иммунологов. Но у нас таких случаев пока не было. Вот кто приходит чаще всего к вам за вакцинацией, да? Какие категории людей? Очень активные категории у нас люди старшего возраста. Неудивительно. Да, что вообще нас очень радует, потому что люди это наиболее уязвимой категории, да? Больше всего у нас болеют лица старше 60 лет, лица имеющие хронические заболевания, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, все вот эти гипертонии, БС, да? И эти люди действительно, они молодцы, они осознают то, что последствия от вакцинации, они гораздо более легкими могут быть, чем последствия от заболевания. То есть эти люди тяжело переносят заболевания и могут даже умереть в результате. Поэтому вакцинация – это замечательно. И очень хорошо, что эти люди вот такие дисциплинированные, и они идут. И мы призываем вот всех людей к тому, чтобы они приходили и вакцинировались, чтобы они не боялись. Ну, сейчас вот весна, да? Мы понимаем, что всегда есть риск заболеваний простудных. Какие общие меры профилактики вы сейчас посоветуете людям, помимо антиковидных? Помимо антиковидных? Ну, понятно, маска. Маска, перчатки, обработка, социальная дистанция. Опять же, то же самое, избегать массового скопления людей. Ну, одеваться по погоде. Просто у нас иногда уже, да, когда солнышко появилось, особенно молодое поколение, начинает раздеваться. То есть соблюдать все эти меры. Ну, а остальные меры, как обычно, ничего нового не скажу. А люди сейчас, может быть, потому что не хватает средств, еще по каким-то причинам, многие увлекаются самолечением. В каких случаях не стоит заниматься самолечением, а обращаться к врачу? Вот самолечением, конечно, не стоит заниматься ни в каких случаях. Мы призываем к тому, чтобы при первых симптомах какого-то простудного заболевания человек остался дома и вызвал врача на дом. Чтобы уже специалист после осмотра назначил ему грамотное, квалифицированное лечение. Хорошо. Еще раз повторю, наш телефон эфира. Звоните, задавайте вопросы. У вас есть уникальная возможность получить непосредственно из первых рук информацию на медицинскую тему. Это телефон 42233 у нас в студии. И можно через наш сайт задать вопрос. ДмитровTV.ru Марина, а вот мы понимаем, да, что, ну, знаем прекрасно, что в прошлом году очень напряженный график был работы у медиков. Как в этом году полегче? Не такая уже напряженность? Ну, да. Основной спад прошел. Сейчас уже проще. Когда стало легче? В конце года, наверное, было очень тяжко. Очень тяжко. То есть наплыв помимо ковидных, да, и в целом другие заболевания. Да. Вот с начала года, наверное, где-то в феврале уже стало полегче. Ольга, хватает сейчас медиков для того, чтобы те, кто не болеет ковидом, а с другими заболеваниями обслужить этих людей? Да, слава богу, сейчас ситуация достаточно стабильна. Плановый прием сейчас полностью в полном объеме, как он был до времен ковида, до времен пандемии. То есть у всех терапевтов участковых открыт плановый прием. Все врачи-специалисты узкие ведут плановый прием. Поэтому, возможно, запись на прием, посещение специалиста. Сейчас все работает в общем плановом режиме. А кадровые проблемы есть? Не хватает врачей? Ну, и как и до пандемии был ли такой вопрос? Ну, кстати, сейчас даже лучше с кадрами практически укомплектовано первичное звено. Ну, за некоторыми исключениями, конечно, не на 100%, но вполне достаточно. И вот, слава богу, что сейчас в связи со снижением вот этого количества заболеваемости, хватает врачей и на прием, и на то, чтобы обслужить все вызовы день в день. Вот, ну, бывали такие ситуации в период подъема, когда было столько вызовов, вызовов, что имеющиеся в наличии врачи даже не успевали их обслуживать. Ну, собственно, и болели тоже врачи, ну, как и все люди, да. А сейчас, слава богу, врачей хватает. А по лекарствам есть сложности? Потому что в прошлом году я знаю, да, из-за маркировки были перебои по логистике. Да, но это был где-то вот как раз-таки ноябрь, декабрь, вот самый всплеск вот этой вот второй волны, так называемой. Сейчас ситуация достаточно стабильна, и в аптеках лекарства в достаточном количестве. И в больницах тоже, да? Да, да, сейчас перебоев нет. А вакцин достаточно привозят? Вакцины, да, с вакцинами все хорошо. Вакцина поступает регулярно. Бывает даже, что два раза в неделю. И в достаточном количестве, ну, то есть у нас нет такого, чтобы у нас были люди, и нам нечем было их провакцинировать. Вакцины всегда достаточно. Ну, ваше вот мнение по поводу спутника ВИИ, хорошая вакцина? Ну, абсолютно. Вакцина уже показала свою безопасность, и вакцина показала свою эффективность. То есть те люди, которые сделали прививку в самом начале, когда началась вакцинация, в декабре, да, они уже видят результат. То есть мы уже видим, что у этих людей появились антитела, и эти люди защищены. Вопрос поступил нам на сайт. Здравствуйте, подскажите, неужели у нас все очень сложно с записью на МРТ? Оставляла на сестеринском посту в поликлинике в декабре номер телефона на запись. До сегодняшнего дня не звонили. Сегодня опять ходил и оставил номер для записи. Прошу ответить. Я бы хотела попросить ваши контактные данные, чтобы мне завтра, вот прямо придя на работу, разобраться в ситуации, с вами связаться и выяснить вот вашу проблему. Хорошо? Оставьте нашему оператору данные, мы передадим обязательно нашему гостю. Давайте перейдем к большой теме тоже, но очень важной, диспансеризация. Ковидная история, это ясно, пандемия, но что касается и остальных людей, которые, скажем так, из-за пандемии где-то в чем-то, может быть, пострадали, да? Да, конечно, это безусловно, потому что когда был самый всплеск первой волны и когда люди сидели на самоизоляции и не могли посещать врачей, была остановлена плановая помощь, была остановлена плановая госпитализация, многие люди, особенно имеющие хронические заболевания, получили то, что заболевания остались без наблюдения, без лечения, перешли в более тяжелую форму, увеличилась смертность, многие заболевания не были выявлены на ранней стадии, когда могли бы быть выявлены. Поэтому сейчас очень важно, что мы начали диспансеризацию. Диспансеризацию профосмотра мы начали в полном объеме сейчас и активно призываем людей поучаствовать в этом мероприятии, приходить на диспансеризацию, на профосмотры, потому что это очень важно, выявлять заболевания на ранних этапах. Да, вот об этом еще поговорим сейчас, давайте послушаем звонок в студию. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я бы хотела узнать, какие меры в нашей поликлинике по осторожности, уже забыла пока что, по коронавирусу, ну, как вот объяснить, меры предосторожности по коронавирусу у нас в поликлинике существуют, как вы считаете? Меры предосторожности, конечно, существуют. А на входе в каждое учреждение проводится термометрия. Каждому входящему измеряется температура на входе для того, чтобы отсеять людей температурящих и направить их отдельно в фильтр-бокс. Также соблюдается масочный режим и социальная дистанция. Ну, то есть безопасно идти в поликлинику? Я думаю, да. Видимо, вопрос был об этом как раз. Да, но в любом случае человек тоже несет ответственность за свое здоровье, и он должен понимать, что он должен прийти уже в поликлинику. Себя защитить. Средством защиты в первую очередь защитить себя, не идти, заведомо зная, что у него есть какие-то симптомы простудного заболевания, остаться дома и вызвать врача, думать о других тоже, но и о себе в первую очередь. То есть надеть маску, надеть перчатки, не создавать вот эту толпу и соблюдать дистанцию. Это ответственность также каждого. До звонка мы говорили о диспансеризации. Какие вот меры, какая здесь у нас процедура? Как пройти это? Диспансеризация сейчас проходит ежедневно. То есть, во-первых, можно пройти первый этап диспансеризации, записавшись к своему участковому врачу, терапевту или врачу общей практики. Также ежедневно диспансеризацию можно пройти в Центре здоровья для взрослых. В поликлинике у нас есть Центр здоровья для взрослых на седьмом этаже взрослой поликлиники. Каждый день с 7.45 до 13.45 они готовы принимать посетителей. Там можно пройти большую часть обследований. То есть, уже берут людям кровь, делают кардиограмму, измеряют давление, вес и так далее. И дальше направляют на дополнительные меры обследования. Мы начали единые дни диспансеризации. То есть, это дни по субботам для тех людей, которые работают в будни и не могут прийти в будни. Но работодатель обязан предоставить несколько дней. Да, работодатель обязан предоставить два дня. Не все это делают. Да, но в любом случае есть такие контингенты. Вот учителя у нас, например, очень охотно приходят именно в выходной день. В субботу мы их приглашаем. И они активно всегда очень приходят. Учителя, работники социальной сферы. И вот ближайший единый день диспансеризации у нас будет проходить 13 марта. 13 марта с 7.45 всем пришедшим, кроме диспансеризации, будет по желанию сделан тест на ИФА. То есть, он может сдать кровь вне расписания, без записи. Может посмотреть наличие антител. Также может пройти вакцинацию, поскольку кабинет вакцинации тоже будет у нас работать. И будет работать и флюорограф, и маммограф. То есть, большую часть первого этапа человек сможет пройти в один день. Ну и когда проходит вакцинацию? Я знаю, предварительно какой-то минимальный набор диспансеризации проводится. Сейчас мы осуществляем выезды на предприятия, в учреждения социальной сферы. И мы сейчас как раз пытаемся совместить вот эти два мероприятия, очень важных, профилактических. Вакцинацию и диспансеризацию. И мы предлагаем людям, к тем, к которым мы выезжаем на вакцинацию, пройти еще и первый этап диспансеризации. То есть, мы готовы у них брать кровь, делать им кардиограмму, и вот первый необходимый минимум им делать. Но вот серьезные заболевания можно при таком первичном осмотре выявить? Да, конечно. Во-первых, сейчас диспансеризация нацелена на онкскрининг, онкологические заболевания. То есть, у мужчин это онкомаркер ПСА, у женщин это обязательно цитологическое исследование шейки матки. То есть, это вот как раз те органы-мишени, которые очень сложно выявить самим, заподозрить самим, потому что это не болит. Симптомов нет практически. Симптомов нет, да. И выявляется это, как правило, вот как случайная находка. Либо при диспансеризации, профилактическом осмотре, либо где-то вот на каком-то осмотре. Вот, поэтому это очень важно. Плюс кровь, да, глюкоза, холестерин. Мы уже можем заподозрить диабет, какие-то начальные признаки, да. Мы можем заподозрить атеросклероз. Поэтому достаточно много серьезных заболеваний можно выявить уже, пройдя первый этап диспансеризации. А какой период? Вот нельзя реже какого периода не проходить? Сейчас для граждан молодого возраста, в возрасте от 18 до 39 лет, диспансеризация проходит раз в три года. Все лица старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно. Да, конечно. Организм стареет уже. Конечно, нужно наблюдать, какие изменения происходят в организме. И это очень важно. Потому что, ну, действительно много заболеваний выявляется на ранних этапах именно при диспансеризации и профилактических осмотрах. Ну, я знаю еще такая деталь, когда приезжают к ковидным больным, им приводят еще лекарства, да, то есть набор, который в подарок, да? Да. По распоряжению Министерства здравоохранения, всем лицам, имеющим диагноз подтвержденная коронавирусная инфекция, доктор должен уже на вызове выдать лекарственные препараты. То есть те, кто как-то не очень заботятся о здоровье, им привозят на дом лечение? Ну, конечно. Ну, я думаю, что они заботятся, они же вызывают врача на дом все-таки. Не всегда, наверное, могут, да, понять, какие необходимые лекарства, а тут они бесплатно предоставляются. Да. Более общий вопрос. У нас время непростое, да, но мы понимаем, что это какой-то переломный, да, момент. Марина, как изменится наша жизнь? Она уже меняется. Ну, как дальше она будет меняться, в связи с пандемией? Я думаю, все будут более внимательно относиться к своему здоровью. Мыть чаще руки. То есть здоровье становится приоритетом для тех, кто раньше даже не задумывался об этом. Более кто переболел, я думаю, что они будут больше осознавать. Ольга, ваше мнение, как поменяется наша жизнь? Ну, наша жизнь уже изменилась, да, уже мы привыкли жить в новых условиях, и действительно люди стали более внимательно относиться к своему здоровью. Особенно вот лица старшего возраста. И это очень хорошо, потому что когда сам человек более внимательно относится к своему здоровью, нам легче вовремя прийти ему на помощь, оказать какое-то, ну, медицинское вмешательство, да, чтобы человек жил у нас долго и счастливо. Ну и при этом какая-то тревожность появляется у людей. Не просто забыть о здоровье, беспокоиться о здоровье, что может быть не очень правильно. Потому что надо не беспокоиться, а доверять прежде всего медикам. И эту тревожность в себе преодолевать, она здоровью не помогает. Да, конечно, это безусловно. И в конце давайте мы пожелаем нашим телезрителям, что вы хотели бы сообщить, Марина? Крепкого-крепкого здоровья, в первую очередь. А вы, Ольга? Ну, я хотела бы еще раз всех призвать к тому, чтобы не бояться вакцинации, доверять производителям вакцины, доверять медикам. Хотелось бы призвать еще раз всех на диспансеризацию и профилактические осмотры, заботиться о своем здоровье. Ну, а пожелать всем крепкого здоровья и в преддверии такого чудесного весеннего праздника, 8 марта, который мы все очень любим, пожелать женщинам оставаться здоровыми, красивыми, любимыми, счастливыми. Пусть все у вас будет хорошо. Будьте счастливы. Спасибо. Ну, я с твоей стороны присоединяюсь, поздравляю вас с наступающим международным женским днем. Желаю вам надежного тыла, прежде всего семье, чтобы вы спокойно работали, зная, что у вас все хорошо за спиной. И желаю этого нашим телезрительницам. Напомню, у нас в гостях были сегодня Ольга Беляева, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Дмитровской областной больницы, и Марина Борисова, заместитель главного врача по административно-хозяйственной работе Дмитровской областной больницы. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!